Есть такое понятие ктопический остеогенез, это образование новых костных клеток в том месте, которое им не характерно и ткани, которые являются предшественниками, например, в слизистых либо в санитетной ткани. Хиггинс показал, что слизистая оболочка мочевого пузыря, по сути, содержащая переходной эпителий, трансплантированная в брюшную стенку, это был какой-то крупный кролик, наверное, был или собака, вызывает эктопическую осификацию, то есть она локально, из нее образуется костная ткань. В дальнейшем ученые подтвердили и доказали, что действительно костная ткань наиболее приоритетна. Она в первую очередь образуется, если есть сосуды. Поэтому остеогенез возможен в обычной соединительной ткани. Мы нашли работы в Омске 1980 года, где доктор измельченную твердую мозговую гладочку, это, по сути, тоже пластический материал, подсаживал в одном случае в мышцу, а в другом случае в костный дефект. И когда он подсаживал в костный дефект, там образовалась кость. Но из подсаженных в мышцу кости не образовывалось. Это натолкнуло нас тоже на ряд исследований. Ну и вот мы пришли к работам одного, действительно, великого ученого. Он был по специальности священник и занимался, естественно, научными исследованиями. Это маршал-юрист. Это человек, открывший морфогенетические белки и впервые подтвердивший, что есть соединения очень интересной вторичной структуры, очень активные и имеющие потенциал, которые способны вызывать различные эффекты как миграцию клеток. А доказал он это следующим образом. Он взял и трансплантировал в соединительную ткань фрагмент кости, который был сначала декальцинирован, то есть он убрал из межклеточного вещества, вот этот гидроксиапатит. Затем быстро заморожен и обезвожен. Для чего это сделано? Чтобы убить все клетки. Он оцеллюризовал полностью матрикс декальцинированный. Что там вообще осталось? Там остались только морфогенетические белки. И в этом случае он наблюдал, что вот этот мертвый участок способен вызывать образование кости в мышце. В дальнейшем было открыто им же, что эти морфогенетические белки вызывают миграцию с каротидных синусов, сонных артерий, переваскулярных клеток или адвентициальных, как их назвал аморчант, которая их подтвердила. И в дальнейшем мигрируя, они превращаются в фиолетовые клеточки, которые мы смотрели, мизонхимальные, и в дальнейшем дифференцируются в клетке кости, а также в клетке сосудов. Поскольку микроокружение, кость является идеальным микроокружением для роста сосудов и дальнейшей дифференцировки. Аморфогенетический белок это белок вторичной структуры, очень простой организации, которая содержит такую характерную пространственную структуру. На сегодня их открыто больше ста видов, но самое главное, что определил маршал Юрис, это то, что в трансплантат должны вырастать сосуды, везде должно быть всегда питание, надо думать о том, как оттуда будут расти сосуды. 85 процентов питания происходит со стороны принимающего ложа, а 15 со стороны надкосницы, потому что она является депо крови. И пусть даже самый мелкий капилляр, который содержит вот эти вытянутые такие веретиновидные плоские клетки мизонхимальные или переваскулярные, которые являются предшественниками. Их обнаружила ученая Марчан, назвала их адвентициальными клетками, потому что они находятся в адвентиции, в пустоте по сути, залегают. Морфогенетические белки придают этим клеткам мизонхимальный потенциал. В дальнейшем в определенных случаях может образовываться и хрящ. В каких случаях образуется хрящ? Когда нет сосудистого питания. Туда не проросли сосуды, его не было. Там была толстая минерализованная компактная пластинка, на которой мы просто набухали всего и зашили. Туда сосуды по компактной пластинке, конечно же, все равно пришли, потому что там была детритная масса, участки разрушенных клеток и так далее. Воскулизация наступила в этом месте, но не произошла костная регенерация. Идет образование костной ткани. У нас есть питающий сосуд, который залегает, вот он, где-то в полости. Вот идет активно пролиферирующий клеток, а это все компактная кость на поверхности которой, скорее всего, это произошло. Потому что вот это участки тробекул с рыхлосоединительной тканью, где могут залегать и кровеносные сосуды и так далее. Беринг провел очень интересные исследования. Он подключал парабиозом первое, да, подключал мертвый организм, крысы, к живому, чтобы система крови была одна и та же. И клетки крови метилтимидин-3-ти. Это изотоп радиоактивный, который виден потом при сканирующей микроскопии. И определил, что клетка крови и кости имеет одного и того же предшественника. И произошли они от вот этих перицитов. Было много авторов, которые называли одни и те же клетки по-разному. А когда этот опыт весь удалось аккумулировать, оказалось, что это одни и те же клетки. Поэтому переваскулярные, перицит или адвентициальные клетки, это одни и те же клетки. Можете встретить в литературе три их названия. Поэтому остеогенные клетки сами по себе создают хорошее окружение для дальнейшего роста сосудов. Но первично питание должно быть, чтобы вот эти клетки там и образовались. Поэтому вслед за эктопическим остеогенезом происходит всегда гемопоэс в любой свободной полости в строме. Основная функция остеобластов, это, конечно же, активный синтез белка, коллагеново-некологеново происхождение. Это синтез других компонентов межклеточного вещества и секреция их вокруг себя по мере роста и созревания. Да, по мере созревания, потому что они уже там не растут на самом деле. Так, чтобы образовывались канальцы между ними. Остеоглаз, соединенный в сети, по сути, питается тремя путями. От кровеносного сосуда, второе, плазматическими отростками канальцевый транспорт, а также открыт еще один механизм, который называется щелевой транспорт. Через мелкие вот эти отверстия плазматические, именно плазматических каналов, есть транспорт газов. Таким образом, например, происходит поглощение гидроксиапатита кальция. Они его не синтезируют, они его забирают из крови. Как интересно. Поэтому надо назначать пациентам препараты кальция, когда уже сформировались остеобласты. А это к концу как раз там третьей недели, к середине концу, когда обычно вы снимаете швы. Остеобласты синтезируют этот проколлаген, а также аморфные компоненты, ну и некоторые другие, в общем, биологически активные. Они имеют характерную всегда ориентацию, крупное ядро, которое красится в фиолетовый цвет. Мы аналогично видим, ну вот здесь уже участок, это более зрелый остеобласт, поэтому хроматин тут так не выделен, он дифференцирован. Здесь нет черных участков в ядре, ядро меньше, это уже сформированный остеобласт, согласны, да? Исходя из того, что мы утром смотрели. Что он содержит? Он содержит звукооли ферментативные, он содержит эндоплазматический ретикулум, который обеспечивает его передвижение. Это, по сути, каркас, скелет. Клетка же ходит, да, таким образом. Он содержит мембрану, которая его ограничивает характерно. А это рибосома, которая синтезирует белок. И это вот плазматические отростки, которые соединяются с сосудом, остеобласт соединяется с сосудом. Это эндоплазматический ретикулум тоже, который лежит внутри клетки. Адентобласт, они отличаются всегда поляризацией характерно, потому что они определенным образом выстраиваются, и ядро, и плазматические отростки у них находятся на другом полисе от ядра, именно при синтезе матрикса межклеточного. Поэтому он имеет разное качество и структуру, и состав. Костный матрикс. Он содержит всегда сульфатированную гликозами на гликаны. Это преимущественно хондроэтинный сульфат. А и также есть неколлагеновые пептиды из группы вот этого гликана. Ну, то есть тут содержатся и комплексы белка с углеводом, и где преимущественно все-таки углеводная часть, да, представлена. Это низкомолекулярные белки. Либо наоборот, где очень крупные белки, в том числе которые, да, там, и эластиновые и так далее, и различные модификации коллагена, которые соединяют коллагеновые пучки между собой. Поэтому межклеточное вещество матрикс – это очень богатый биологическим потенциалом, очень сложная структура, где очень много биологически активных компонентов, которые раскрывают свой смысл только после деминерализации. Потому что иначе вот этот транспорт газа в питании и все остальное, оно невозможно. Ну и вот, оказалось, что, да, из матрикс растущей кости он поглощает вот этими штучками гидроксиапатит кальция, растворенный в крови в норме, а также различные жидкости альбумин за счет щелевого вот этого транспорта. Он не берет их из сосудов. Это было открыто вот в 76-77 году. Бывает, правда, ситуация, когда происходит окостенение без обозвестления. Например, при рахите у нас образовалась кость, а минерализации не произошло. Поэтому кости становятся, да, матрикс он подвижен становится. Он не такой минерализован, не такой плотный. Или почему мало кальция? Пациенты с остеопорозом, да, никто не пьет витамины, алиментарно не поступает кальция, не едят мясомолочное, вегетарианцы и так далее. Это вот все сюда сразу. В таком случае костная мозоль, она состоит из кальцинированного хряща, как было, да. И, естественно, костная ткани в каком-то определенном проценте. Но обычно опорные, при восстановлении опорных костей, конечно, большая проблема. Поэтому нужно к этому готовиться и понимать. Но фосфат кальция у них не выпадает просто в осадок элементарно. Он находится постоянно в растворенном виде, потому что рецепторы не реагируют на него. Его очень низкая концентрация. Сначала происходит аморфный фосфат кальция. Он происходит, растворяется, формирует комплексы с глюкозониногликанами, а затем уже выпадает в таком виде кристалла гидроксиапатита пятиводного либо внутри коллагенового волокна, либо на его поверхности. Он имеет такой характерный звездчатый тест-троей. Наверняка вы видели, много где это есть. Открыли очень интересный фермент, который называется щелочная фосфатаза, которая препятствует оседанию вот этого фосфата. И при недостатке поступления кальция щелочная фосфатаза, она блокируется и не происходит выпадения. Вот это, возможно, знакомые вам соединения. Это ингибиторы кальцификации. Это пациенты, которые применяют, и для нас является группой риск сразу же, потому что у них минерализация очень плохая костной ткани.